Работают немецкие пулеметы. Ульяновск во все мировые войны трудовой тыл. Орудийные выстрелы здесь звучали разве что в гражданскую. Однако уже который год тишину окрестностей села Ивановка нарушают раскатистые пулеметные трели, уханье мин и рёв танковых моторов. По сельской пестарали мелькают в дыму мышины и кители вермахта и родные советские гимнастюрки. Сегодня здесь состоится военно-историческая реконструкция событий времён Великой Отечественной войны, когда наши войска, собственно, уже начали переламывать хребет немцам, погнали их в сторону Германии. Когда тебя осыпает землёй от близкого взрыва, а уши закладывает от автоматной стрельбы, сильнее чувствуешь историю, понимаешь подвиг тех, у кого в винтовках были отнюдь не холостые патроны. Сегодняшняя реконструкция посвящена подвигу миномётчика, полного кавалера Ордена Славы Сергея Петровича Трофимова. И подвиг Наганова мы обыграли в Новом Городе, его именем улица названа. И стараемся, чтобы земляки знали своих героев, и чтобы эта их память была навечно вписана в историю. На 150 красноармейцев всего 40 противников. Воевать за силы зла – дело неблагодарное, но нужное. Иначе реконструкция потеряет достоверность. Реалистичность боевого полотна зависит и от жёсткого следования моде того времени. Оремни, галифе и даже очки – всё как в 40-х. У некоторых – даже с подлинного солдатского плеча или колена. То же касается и оружия. Если посмотреть по клеймам года выпуска, это передел на оружие, которое раньше воевало, собственно говоря. У многих есть и 40-х годов даже автоматы, и винтовки, и карабины. Провести фестиваль – дело затратное и сложное. На плечи организаторов ложится подготовка декораций, окопов и огневых точек, снабжение солдат гвоздями. Так реконструкторы называют патроны. Затраты, конечно, есть и большие. Нужно привести технику, нужно построить укрепление, нужно купить и раздать патроны. Без помощи спонсоров и организаций, наверное, не обошлось. У войны не женское лицо, но девичьи глаза. У снайперш и летчиц – внимательные и жесткие. У медсестер, напротив, ласковые и участливые. Прекрасная половина в советской армии оружие в руках держала куда чаще немецких фруйлен. В вермахте и СС девушкам почти всегда доставались лишь роли связисток. У меня образ некая Эрика, которая сидела при штабе, отвечала на телефонные звонки, обрабатывала документацию и докладывала об этом своему руководству. В реконструкцию многих увлекают друзья, а иные чаще с исторических факультетов целенаправленно надевают кирзовые сапоги и погружаются в живую, грохочущую историю. Оглох на левое ухо из-за автоматных очередей и поучаствовал в наступлении советских войск. Второй номер расчета противотанкового орудия Вячеслав Новожилов, оператор Константин Никитин, репортер 73. 63. Спасибо.